Число первоклассников в Ненинском округе неуклонно растет. 1 сентября школьный порог впервые переступит 749 детей. Это на 69 детей больше, чем в прошлом учебном году. Всего в школах региона по предварительной информации будут учиться 6200 учеников. По словам руководителя Департамента образования, культуры и спорта Галины Медведевой, все учебные учреждения общего образования готовы к приему детей в новом учебном году. 33 школы, 31 детский сад, 3 организации среднего профессионального образования и 10 организаций дополнительного образования детей. Всего 77 учреждений готовились к приему детей в новом учебном году. Все абсолютно готовы, готовы детские сады. Была проблема со сказкой. В сказке сегодня подрядчик, группы готовы, все готово. Подрядчик должен доделать окна на верандах. Дело в том, что суббота, воскресенье были дожди, а вчера было штормовое, и большие вот эти огромные окна на верандах было просто не установить. Вчера мы ездили, и сегодня к четырем подрядчик все сказал, сделает. Таким образом, все образовательные организации Нинецкого округа распахнут свои двери 1 сентября. Того же нельзя сказать о строящихся объектах, которые должны были сдать к новому учебному году. Проблему школьных долгостроев на оперативном совещании поднял глава региона Игорь Кошин. Во-первых, речь идет о школе в поселке Красное. Ввести объект в эксплуатацию должны были в 2014 году. Затем сроки сдвинулись на 2015. К 1 сентября 2016 года красновцы не дождутся открытия новой школы. Сегодня объект готов на 95%, но подрядчик, компания Леро, не спешит завершать строительство. Ведется монтаж лифтового оборудования. Объект посещен дважды за прошлую неделю. Но тут я считаю, что реально его закончить в этом году. А когда в этом году? В декабре 2016 года. В декабре 2016 года. Много вопросов вызывает и затяжное строительство школы на 150 мест в Индиге. На оперативном совещании к губернатору округа обратились представители педагогического сообщества и родительского комитета. Индигчане обеспокоены ситуацией, которая складывается с образовательным процессом в поселке. В 2012 году из-за аварийности старого здания учителя и ученики были вынуждены перебраться в несколько разных зданий. В помещение интерната, бывшего стационара, администрации сельсовета и Дома культуры. Учатся в две смены. С урока на урок перебегают из здания в здание. Нам обещали потерпеть два года. Терпим мы уже четыре. Значит, хочется сказать про учителей. Учителя у нас работают в две смены. И не только в начальных классах, но и в средних и старших классах. И у них очень большие разрывы. Более трех часов. По ученикам хочется особо, конечно, сказать. Наши дети вырастают, не зная, что такое спортзал. В волейбол у нас дети играют на улице. В рукавицах зимой, в шапках, в куртках. В волейбол у нас на улице. В баскетбол не играют. У нас кольцо на сарае прибито. Химии нет возможности вести, потому что нет оборудования кабинета. Возможно, имеется в виду необорудованные кабинеты. То есть, в кабинете нет. И здесь нет кабинета химии. И нет возможности в полной мере реализовать практическую часть предмета. Напомню, сдачу объекта субподрядчик Ненецкой нефтяной компании ООО «ЛЕРО» задерживает на один год девять месяцев. Сегодня на объекте ведутся отделочные работы. По информации представителей Заполярного района, в ближайшее время в проект предстоит внести изменения. Из-за увеличения стоимости строительства. На оперативном совещании представители педагогического сообщества задали Заполярному району только один вопрос. В чем причина задержки строительства? Причина задержки в строительстве в безалаберном подходе к процессу стройки. В отвратительной проектно-смертной документации вот итог. Когда изыскания делаются на коленках, проекты делаются так, что их потом в процессе надо переделывать. Это практически по всем нашим окружным объектам. Значит, Андрей Юрьевич, я почему попросил, чтобы сегодня вы дали подробную информацию. Вот учителя, они же абсолютно правильно говорят. Им район обещал через два года построить новое здание. Деньги были заложены огромные. Но почему-то я не помню случаев задержки заработной оплаты по району, по конторе на два года. А по объектам это сплошь и рядом. Глава региона Игорь Кошин поручил Заполярному району составить конкретный график по вводу объекта в эксплуатацию с учетом перепроектирования и предоставить эту информацию педагогам и жителям поселка Индига. Встречу запланировано провести ровно через две недели.